Грехи прошлого, Найтмэр и Ленинг Паранойя, страх и ненависть в Паннивиле День, Дон Стая ворон промчалась перед Спайком Он прикрыл руками лицо и крепко зажмурился Под звон колоколов они улетали в мрачное ночное небо Он смотрел им вслед и заметил, как черно было здесь Ни звезд, ни облаков, лишь мимолетный отплеск луны Но и он исчез, словно убегая от чего-то Спайк стоял посреди Паннивиля, удивительно пустынного На улицах не было ни боней, ни животных И лишь стон ветра до скрип деревьев нарушал тишину Холодный воздух прошелся по его позвоночнику Неинстинктивно он охватился за своих хвост лапами Спайк, чего ты здесь делаешь? Голос Твайлет звучал приветливо И широко улыбнувшись, Спайк повернулся к ней Она стояла у перекрестка, в половине квартала от отеля Магией она высоко держала фонарь От него исходил теплый и мерцающий свет Казалось, что он горит подобно маяку на темном берегу Я... я не знаю, сказал Спайк, идя к ней Я не помню, как попал сюда Наверное, ты ходил во сне, сказала Твайлет, приближаясь Давай вернемся в Диму Дон... Твайлет плеснул, и ее глаза расширились Ее дыхание превратилось в туманный пар среди холодного воздуха Темнота за ней выглядела угрожающей Нечто начало подниматься А его глубокий смех отозвался эхом Потом же тьма обрушилась подобно цунами И поглотила в себе Твайлет Когда тьма достигла Спайка, она откинула его вдаль улицы Он услышал, как фонарь Твайлайт упал на землю и погас Твайлет крикнула Пусти! Но она была уже слишком далеко, чтобы ее услышали Будто она улетела прочь на колеснице Спайк вскочил на свои лапы и побежал за Твайлайт Он мог видеть мерцание, исходящее от ее рога Она пыталась вырваться, но тьма крепко удерживала ее Тьма уносила ее на запад И луна мчалась в том же направлении Вдруг она начала опускаться И опустившись в бледном свете Стало возможно разглядеть высокие угрожающие пики И толстые стены Сердце Спайка замерло Твайлайт ввели в замок, построенный культом Дети Найтмар Для своей королевы Найтмар Мун Нет! Нет! Крикнул Спайк Он бежал так быстро, как только мог Но замок был все так же далеко Он продолжал оставаться на горизонте Постоянно находясь в недосягаемости С таким же успехом он мог бы пытаться поймать луну Что ты делаешь, Спайк? Немного проскользив, Спайк остановился, чтобы посмотреть вниз по переулку Там на него с любопытством и какой-то угрозой смотрела Никс Она ушла из темноты аллеи Показав, что на ней не было ее очков и жилета На ней не было ничего, что могло бы скрыть то, что она ликорн Или же ее ромбовые зрачки Я должен спасти Твайлайт! Крикнул он ей Что-то забрало ее и... Дим-дон! Звон колоколов снова наполнил воздух, обращая внимание Спайка к замку на горизонте Пики склонились назад, начав скрипеть и стонать Формируя что-то наподобие сцены с верхней частью наружных стен замка Там, в центре всего этого, он увидел Твайлайт Она стояла около биселицы Кровь Спайка похолодела И он мог только наблюдать, как появился другой силуэт Это был высокий, стройный алликорн, похожий на Селестию, но... В то же время он был невероятно страшным Нет! Снова выкрикнул Спайк Он попытался побежать вперед, пытаясь повторить свой панический спринт, чтобы добраться до замка Но вдруг что-то встало перед ним, прекратив путь Спайк, куда ты собрался? Неужели ты не хочешь поиграть? Спросила Никс, маниакально улыбаясь Никс, отойди! Проревел Спайк, но Никс не отпустила Вместо этого ее глаза засветились А ее тело начало расти Она становилась высокой и стройной А ее гриво превратилось в некое подобие ночного неба Покрытое миниатюрными звездами Обычные зубы превратились в плыки А броня появилась на ее теле Разве так стоит разговаривать со своей королевой? Взревел Никс, продолжая расти Она стала высокой, как башня Загораживая ближайшие здания Спайк был похож на жука по сравнению с ее ростом Как будто он действительно был губом Найт Мэрмун подняла копыта И громко загоготав, погналась вниз Стараясь затоптать Спайка до беспамятства Он уклонился и в последний момент снова встал на ноги Он бросился бежать к замку вдалеке Но Найт Мэрмун побежала за ним, прокричав Не убегай, Спайк! Ты что, не хочешь играть? Спайк продолжал бежать Пытаясь скрыться, он искал, где бы спрятаться Но весь понемель казалось исчез в темноте Все, что он видел, был лишь силуэт замка под луной Твайлайт все еще встает там Палач только что закрепил петлю на ее шее Он может спасти ее Он может сделать это Он обязан Тонг! Колокол в замке пробил И Спайк зацепился ногой за скалу Он упал, сильно ударившись о землю Выбив тем самым воздух из своей груди Он перевернулся на спину, чтобы отдышаться Но попробовав сделать первый воздух Он обнаружил, что еще больше воздуха было выдавлено у него из груди Найт Мэр Мун все еще нормального размера наступила копытом ему на грудь Она стала давить, оказывая все больше и больше давления на грудь Тонг! Спайк посмотрел на замок и еле подавил слезы Силуэт поднялся и посмотрел на Твайлайт так Будто хочет убить ее Она готовилась к падению Петля хотела забрать ее у него Найт Мэр Мун хотела забрать ее у него Тонг! Твайлайт дернулась Она начала падать И как бы он не боролся Спайк не мог вырваться из-под копыта Найт Мэр Мун Тонг! Твайлайт дернулась Она начала падать и как бы он не боролся Спайк не мог вырваться из-под копыта Найт Мэр Мун Он вцепился в нее Дунул огнем, но он не мог убежать Он не смог спасти ее Все что он мог сделать, так это закричать так громко, как он только мог А Найт Мэр Мун в этот момент триумфально смеялась Нееет! Тонг! Фу таким быть! Нееет! Спайк присел на кровати Тяжело дыша, капли пота стекали по его лицу Он панически осмотрелся, ища Найт Мэр Мун и силуэт того замка Однако, все что он увидел, это была спальня библиотеки Часы в комнате только закончили звенеть, сообщая, что уже десять часов утра Спайк, ты в порядке? Он вздрогнул и быстро посмотрел в сторону голоса Ник стояла возле его корзины, беспокойно глядя на него Как и во сне, она была без своих очков, обруча для волос или же ее жилета Однако, она не выглядела жуткой, с ее выражающей аурой, которая была частью его кошмара Да-да, просто плохой сон, сказал Бонн, начиная успокаиваться Твайлот мне говорила, что не следует рассказывать ей про свои дурные сны Сказала Ник, смотря как Спайк вылезает из своей корзины Она говорила, что если поговорить с кем-нибудь, то поможет Ты не хочешь поговорить со мной о своем сне? Нет, не хочу, ответил Спайк Он застонал и вылез из кровати, после чего направился к лестнице А теперь пошли, время завтракать Никс посмотрел на часы Разве сейчас не поздновато для завтрака? Если ты так думаешь, то... Эй, мне же больше достанется Сказал Спайк, начав спускаться вниз по лестнице Его глаза панически расширились И Никс сорванула вслед за Спайком Я передумала, я тоже хочу есть Спайк сидел за столом, кушая недорогие и драгоценные камни В то время как Никс съела кашу В библиотеке было странно тихо Учитывая, что это было позднее утро Это из-за того, что Твайлетт не была тут Она была в контрлоте, заполняя некоторые документы Чтобы получить от принцесс право быть законным обекуном Никс Также Твайлетт воспользовалась возможностью навести своих родителей Это был шанс показать им, что с ней все в порядке И попытаться убедить их, что она удочерила Никс по собственному желанию Она понимала, что ей будут страшно промывать мазки Это значит то, что Спайк должен был присматривать за библиотекой И Никс, пока Твайлетт не вернется и ему это не нравилось Было много дополнительной работы Он должен был чистить полки и помогать поне найти книги самостоятельно Это было легче, когда Твайлетт была рядом Она могла достать книги с высоких полок своей магии Ему же приходилось подниматься по лестнице Он был не совсем уверен, что хочет мячиться с Никс Он улыбнулся и смеялся вместе с Твайлетт в тот день Когда Никс вернулась в библиотеку и обнаружила своих любимых Он был рад, ведь тогда казалось, что все возвращается на книги своя Все было так же, как и должно было быть До того, как пришла принцесса Селестия и забрала Никс прочь Однако, Никс все равно стала другой Теперь у нее был свой характер У нее дважды была вспышка гнева из-за того, что она не могла взять книгу магии Их могло бы быть три, если бы Твайлетт не отдала Никс свою старую игрушку-умничку Возможность оставить игрушку себе успокоила и отвлекла Никс на несколько дней Откусив другой кусок от своего камня так же легко, как будто он ел яблоко Спайк просто сидел и наблюдал за Никс Она пыталась поднять его ложку магией Однако успех в этом деле был незначительным Но все же она могла поднять ложку, что уже было небольшой победой для нее Но ложка не собиралась парить на одном месте Она вечно третала Казалось бы, что она пыталась избежать попадания в род Никс Знаешь, ты ведь можешь просто кушать из миски Подведил Спайк Нет, у меня выйдет Сказала Никс, глазами сосредотачиваясь на своей ложке Она привстала со своего места и поставила копыта на стол Она вытянулась, пытаясь достать до этой непокорной ложки Она вызвала свой язык и удалось достать до края ложки Еще чуток и... Наконец-то! Еда попадает ей в рот И вдруг, в этот момент ее копыта соскользнула со стола Она поскользнулась и упала лицом вниз у с кашей Спайк поднял лапы, защищаясь от молочных брызг Когда он решился взглянуть в ее сторону еще раз Он увидел кусочки сырых хлопьев, что отлетели на стол Никс подняла лицо из миски с кашей Молоко капало из ее шерсти Она всхлипывала и подняла копыта, держа свой палящий нос Хороший? Да! Ищите! Угу Вот Ищите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спайб пристально посмотрел на Ленинску до того, как повернулся в ней и обошел бухомный шкаф. Он быстро порылся в шкафу и вытащил туда лестницу. Он поставил ее перед раковиной, после чего зашагал к выходу. «Вот теперь ты сможешь. Развлекайся!» Сказав это, Спайб вышел из пухи и закрыл на собой дверь. Лишь после этого он позволил себе сражать. Он потянулся за своим хвостом и взял его в свои лапы, прислонившись к березу. Вот в момент гнева, когда Ленинск закричала и бросила свою миску, он видел неизвестную кобылку. Более она должна была быть. Нет, он видел Найфтурму, сидевшую напротив его с ее поистину ужасным гневом. Более она должна быть. Ссора Я уверена, что все не настолько плохо, как ты это описываешь, Спайк. «Ты не видела ее рарити», — сказал Спайк. Он стоял рядом с ней, держа катушку ткани, пока булавки торчали из-под его чешуи. Несколько часов прошло после того, как они закончили уборку на кухне, и теперь Никс со своими друзьями была на ферме сладкая яблочко. Где Большой Магент тоже присматривал за ними. Это значило, что его день был в свободе, и он решил провести его в лучшем месте на свете, рядом с рарити. Если Никс швырнула миску, это вовсе не означает, что она станет злой снова. Поучала его рарити, доставая из его спины булавку, чтобы закрепить голову. Не за то, что я сейчас скажу, но похоже, что ты сам его спровоцировал. Я просто пошутил. Она просто упала лицом в миску с кашей. Что бы ты сделала на моем месте? Рарити взяла еще одну кулаку со спины Спайка. Она наклонила голову, изучая тканевый цветок, который она собиралась прикрепить в глядке. Я думаю, что ты перепутал меня с Рейнбол Дэш, Спайк. И я бы спросила, все ли с ней хорошо, и помогла бы ей привести себя в порядок. Рейнбол одна из тех, кто превратил бы это в шутку. И я думаю, она бы убедилась, что с ней все хорошо после случившегося. Я хотел спросить ее, но она не дала мне шанса. Она просто взорвалась. Спайк пытался оправдаться. Почему ты выставляешь меня плохим парнем? Он положил катушку ткани, которую держал, а затем встал между Рарити и нарядом, над которым она работала. Я не нападал на контрлот. Я не вредил принцессам. И это не из-за меня Туайла чуть не погибла. Это все из-за нее. Спайк, успокойся, сказала Рарити. Она отложила булавку, приподняла копыта и положила его на плечо Спайка. Я ей не говорю, что ты плохой. Спайк отвернулся от Рарити и сложил руки на груди. А прозвучало это именно так. Рарити улыбнулась, сжимая свой нос. И ущипнула Спайка за щеку своей майки. О, Спайки-майки. Как же я могла подумать, что такой крошка-милашка, как он, как ты, может быть плохим. Спайк не думал, где провела бы по семье, как он начал раскачиваться вперед-назад на своих ногах. Ох, Рарити, прекрати, я не милый. Ты прав, сказала Рарити, возвращаясь к работе. Ты красивый, маленький дракон, которого я считаю своим кругом. Правда? Спросил Спайк, чувствуя, как участилось его сердцебиение. Да, правда, подтвердила Рарити, прежде чем взглянуть на него краем своего глаза. Да, мой друг, даже если ты нес меня на ту вору в порыве своей жадности. Что? Переспросил Спайк. По его лицу было видно, что он сильно удивился. А его радость быстро сменилась недоверием и замешательством сказанных. Это не моя вина. Я и не говорила, что это твоя вина, Спайк. Каждый коник по невиде, включая меня, понимая, что ты не мог контролировать то, что ты тогда делал. Рарити закончила шить и осматривала свою работу. Мы все простили тебя за этот случай. Тогда зачем ты это говоришь? Я говорю это потому, что твоя собственная ситуация не так сильно отличается от ситуации, которая произошла с Никс. Итак, Спайк ошарашенно застыл на мгновение. Он прокрутил в голове слова Рарити, так и не поняв, что она имела в виду, начал злиться. И сжал кой кисть и стиснул зубы. Это не одно и то же, проливил он. Это совершенно другой случай. Я не понимал, что я творю. Она понимала, она это сделала специально. Это ее вина. Но, Спайк, я не хочу слушать это. Он развернулся и пошел к двери. Ты, Твайлайт, Никс обвела вас вокруг копытца, а вы этого даже не осознаете. Спайк, Спайк, звала его Рарити. Впрочем, он не вернулся. Он выжил через парадную дверь бутика и захлопнул за собой дверь. Давай пойдем мы в замок. Спайк пнул камень, пока спускался из Панивиля по грязи. Плохой сон. Истерика Никс утром. И первая ссора с Рарити окончательно привели его в плохое настроение. Он шел туда, куда глаза глядят. Он не хотел возвращаться в бутик, карусель или библиотеку. Он никуда не хотел идти. Он просто хотел прогуляться, выпустить бар и попытаться понять, почему же Рарити и Твайлайт не видели того же, что и он. Никс не была той же, что и раньше. Она была до сих пор опасна. Еще одна вспышка гнева, и она сменит свое имя назад на Найтварму. Кнув камень еще раз, Спайк смотрел, как он катится вниз, пока не наткнулся на новый камень. Его взгляд переместился вверх. Он посмотрел на высокие пики башен и возвышающиеся шпили, которые отбрасывали длинные тени, словно коготь, протянувшийся через землю. Это был замок Ночной камень. Неодобрение на его лице усилилось, как только он посмотрел на замок. Место, откуда Найтвармун правила Эквестрии. Теперь понятно, почему его называли Ночной камень. Каждый кирпич и каждая плитка были вырезаны алмазными псами из темного камня их старых шахт. Архитектура замка олицетворяла ощущение страха и господства, которое королева совершилась воплотить. Это был во всех отношениях идеальный замок для Найтвармун. Спайк поставил коготь на камень и начал медленно обходить замок по периметру. Каменная кладка была чистой и твердой. Погода и время не имели возможности выровнять камни. По сравнению с каменной кладкой контрлота, она была абсолютно другой. Дворец и весь контрлот выглядели, как глазки камень, найденный на пляже. Он был отполирован в нечто более красивое природой, теми пони, которые называли его своим домом. Ночной камень, наоборот, был похож на недавно заточенный меч. Идя вдоль наружной стены, спайк шел, пока не достиг старушки замка. Ворота были закрыты и опечатаны, когда последние из заложников покинули замок. Да, закрытые ворота ничего не значили для пегасов, которые могли просто перелететь через стены. Главной проблемой города было удерживать пони школьного возраста, включая молодых пегасов, которые не умели летать от обследования и прочей замка. Подойдя близко к воротам замка, спайк положил свою руку на деревянные бревна, составляющие двери. Он вспомнил что-то из разговора пони, который он слышал, пока она с них была в свадком яблочке. В пони Вилле было постоянное разногласие в том, что же делать с замком. Были предложения сделать его школой, музеем, местом для туристов, летней резиденцией принцесс. А некоторые утверждали, что самым правильным решением в данной ситуации было бы снести его. Спайк считал себя одним из последней группы. С замком нужно было что-то сделать. Он провел своим когтем поворотом. Все же он не должен был заходить внутрь, потому что они и были закрыты. Тем не менее, спайк думал, как же ему туда попасть. С помощью когтей было бы достаточно легко забраться по стенам. Но каждый, кто следил за замком, мог увидеть его. И тогда у него были бы проблемы. Нет, ему нужен был способ пробраться так, чтобы его никто не заметил. Улыбаясь, спайк делал шаг назад и встал на четвереньки. Он почувствовал под когтями мягкий мелкий гравий из карьеров драгоценных камней. Он немного повертел в руках грязь, а затем начал копать землю в впечатляющей скорости. Спайк прокопал пару фунтов вниз, немного вперед и затем несколько футов прямо наверх. Достигнув солнечного света, он высунул голову из своего туннеля с торжествующей улыбкой. Он рыл под воротами и сейчас находился во внутреннем дворе замка. Не знаю, почему Твайла так волновалась, что мэр хочет снести это местечко, прокомментировал спайк. Он вырос из ямы и тряхнул грязь когтей. Бьюсь об заклад, я мог бы построить замок лучше, если был бы путь пони, поклоняющихся мне. Он поднял когти кирпицом, заключая бить замка в рамку. Да, у моего замка был бы ров с водой и большая статуа Рарити где-нибудь там. И у меня был бы большой водный спуск из спальни в сокровищницу с королевскими драгоценными камнями. Да, сокровище, где были бы все огненные рубины и ледяные сапфиры, которые я мог съесть. Спайк опустил когти и положил их на живот, издававший небольшое урчание. Мысль о драгоценностях дала понять Спайку, что он голоден, а это в свою очередь отразилось на его животе. Ему было досадно осознавать, что ему придется возвращаться обратно в коники, поесть чего-нибудь перед тем, как пробраться в ночной камень. С другой стороны, он знал о некоторых драгоценных камнях, о которых никто не будет жалеть. Спайк и Дэш скрытая угроза. «Ну же!» – проворчал Спайк. Он взял камень, который захватил на улице, приподнял руку и швырнул его вверх. Камень взлетел в воздух и стукнулся о потолок. Целью Спайка были драгоценные камни, которые украшали потолок тронного зала. Это было настоящее пиршество, и он положил глаз на самый большой из драгоценных камней, который изображал луну, усыпанном самоцветом изображении ночного неба. Камень несколько раз задел крупный бриллиант, но он так и остался прочно прикрепленным к потолку. Камень упал опять на пол, и как раньше Спайк подошел, чтобы поднять его и попытаться снова. Он начинал видеть, насколько бессмысленны его действия, и урчение в животе только усиливалось с каждой попыткой бросить камень. «Может быть, мне стоит просто вернуться назад?» – пробормотал себе Спайк, поднимая камень. И только тогда Спайк заметил, куда упал камень и где стоял бон. Он находился всего в нескольких дюймах от трона, возвышающегося над ним, как Найт Мормон в его снах. Спайк узнал вид и даже запах дерева, из которого был вырезан трон. Это было дерево из садов школы Селестии, дерево, которое выглядело, как сожженное, и было на самом деле устойчивым к огню. Бросив камень, Спайк поставил коготь на трон и подтянулся вверх. Он плюхнулся на мягкую подушку и откинулся на спине, осматривая пустую комнату. «Неплохое место!» – отметил Спайк, прежде чем он выпятил грудь и скрестил руки. «Я – Найт Мормон, и я требую все конфеты с ночи кошмаров!» «Что ж, здесь нет никаких конфет!» «Что ж, я полагаю, что мне придется съесть всех вас!» «Ням-ням-ням! Бум!» Испугавшись, Спайк рыгнул вспышкой пламени и прижался к спине трона. Столк пошатнулся, и, несмотря на все усилия Спайка выронить его, опрокинулся назад. Спайк выкатился из него после падения и в конечном итоге ударил за стенку под развившимися окнами тронного зала. Он застонал и потер спину. «Было больно, но это было не так уж плохо!» «Что хуже, у него появится небольшой синяк!» Спайк потрогал ушибленное место еще раз и затем поднялся с пола. Он поставил кокоть на стену, посмотрел через разбитые окна и увидел каскадную круглую радугу над Панимилем. «Проклятие! Рейнбол Дэш! Не пугай меня так!» Спайк крикнул в окно и потряс в клопом в воздухе. Однако он быстро пожалел о том, что сказал. Радужный след, исходивший из радужного удара, поворачивался к нему. Спайк пригнулся и в панике оглядел тронный зал. Ему было нужно место, чтобы спрятаться. Ему нужно было выбраться из замка. Ему нужно было... «Спайк! Что ты здесь делаешь?» В трону Спайк посмотрел наверх и увидел Рейнбол Дэш, что парило над ним в воздухе. Она наклонила голову и приподняла бровь. Она прилетела быстрее, чем он мог бы ожидать. Но в то же время она только что сделала радужный удар. Перемещение на сверхзвуковых скоростях делает возможным легко быстро добираться до любого места. Стоя прямо, Спайк положил когти за спину и откинулся назад. Он заставил себя не виноватнуться. «Ничего, а ты что тут делаешь?» «Тренируюсь». «Тренируешься для чего?» – спросил Спайк. «Ну...» – начала Рейнбол Дэш, приземляясь около Спайка. «Я тренировала выступление для мэра. Она хочет устроить вечеринку в честь восстановления города и хочет, чтобы я приготовила авиашоу. Я думаю, она могла бы просто пригласить Вандерболтс, но она говорит, что город не может позволить этого прямо сейчас». «Вау, это проблема!» – сказал Спайк. Он сделал шаг в сторону, приближаясь к двери. «В смысле, я знаю, как тебе нравится Вандерболтс». «Да, но я думаю, что нельзя просто бездельничать. Мое первое большое авиашоу. И мэр даже попросила старого летчика Аса, который когда-то был одним из Вандерболтс, помочь мне организовать выступление. Там будут бочки, лишь топоры, тройной аксель. Вау, это, похоже, будет великолепное авиашоу!» – сказал Спайк, поворачиваясь, чтобы уйти. «Все же кажется, что тебе еще нужно много тренироваться. Так что я собираюсь просто...» Рейнболл поставила копыта на хвост Спайка, удерживая его от ухода. «Хорошая попытка, но ты забыл, кто научил тебя этому трюку?» «Пинки Пай?» Рейнболл убрала копыта, позволяя Спайку повернуться, пока она говорила. «Что ж, ладно, но это я научила ее. Да, это был мой лучший трюк, чтобы уйти от учителей в летной школе». Рейнболл даже немного посмеялась, шагая вперед и осматривая тронный зал. «Так что, чем занимаешься тут?» «Ничем», – сказал Спайк, следуя за Рейнболл. Он смотрел, как она поднимала опрокинутый трон. Затем она прыгнула и откинулась на царственном кресле, положив копыта на подголовник. «Я немного поссорился с Рарити и не хотел возвращаться в библиотеку. Мне просто нужно...» «Знаешь...» «Ага, я поняла тебя», – сказала Рейнболл, рассматривая фреску из драгоценных камней на потолке. «Тебе нужно просто выйти и пойти куда-нибудь. Я так делала, когда родители действовали мне на нервы. В Клоудсбейне есть много мест, где можно полетать». «Так, ты не злишься, что я здесь?» – спросил Спайк. Он подошел к трону и расположил свои копки на краю. «Ты ей расскажешь, Твайлэд?» «Неа, ты никому не причиняешь вред». На самом деле, Рейнболл привстала в кресле, улыбкой растянулась на ее лице. «Как насчет того, чтобы осмотреть это место?» «Мне не удавалось попасть сюда до того, как в ходе начали возвращаться назад в город. Мэр заставила меня летать повсюду». «Конечно», – сказал Спайк, хотевший поскорее присоединиться к неожиданной экскурсии. «Так откуда нам следует начать?» Рейнболл потерла какой-то подбородок и… немного потомов улыбнулась. «Я знаю одно место». Спайк и Дэш – атака клонов. «Ну уже!» – проворчал Спайк. Он взял камень, который захватил на улице, приподнял руку и швырнул его вверх. Камень взлетел в воду и стукнулся в потолок. Целью Спайка были драгоценные камни, которые украшали потолок тронного зала. Это было настоящее пиржество. И он положил глаз на самый большой из драгоценных камней, который изображал луну в усыпанном самоцветами изображении ночного неба. Камень несколько раз задел крупный бриллиант, но он так и остался прочно прикрепленным к потолку. Камень опять упал на пол, и как раньше Спайк подошел, чтобы поднять его и попытаться снова. Он начинал видеть, насколько бессмысленны его действия, и урчание в животе только усиливалось с каждой попыткой бросить камень. «Может быть, не стоит просто вернуться назад?» – пробормотал себе Спайк, поднимая камень. И только тогда Спайк заметил, куда упал камень, и где стоял он. Он находился всего в нескольких дюймах от трона, возвышающегося над ним, как Найд Мурмун в его снах. Спайк узнал вид, даже запах дерева, из которого был вырезан трон. Это было дерево из садов школы Селестии. Дерево, которое выглядело как сожженное, и было на самом деле устойчивым к огню. Бросив камень, Спайк поставил коготь на трон и подтянулся вверх. Он плюхнулся на мягкую подушку и откинулся на спинке, осматривая пустую комнату. «Неплохое место», – отметил Спайк, прежде чем он выпятил грудь и скрестил руки. «Я, Найт Мурмун, я требую все конфеты с ночи кошмаров!» «Что, здесь нет никаких конфет?» «Что ж, я полагаю, что мне придется съесть всех вас!» «Ням-ням-ням!» «Бум!» Испугавшись, Спайк рыкнул вспышкой пламени и прижался к спинке трона. Стул пошатнулся, и, несмотря на все усилия Спайка выровнять его, опрокинулся назад. Спайк выкатился из него после падения и в конечном итоге удавился со стену под разгившимся окнами тронного зала. Он застонал и потер спину. Было больно, но это было не так уж плохо. Что хуже, у него появится небольшой синяк. Спайк потрогал... «Бум!»